Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Он мне сказал, что его долго убивали до утра, что крепкий бык оказался. И потом, когда он умер, они его выбросили на складской 11. Вы представляете, жестоко избивали, очень жестоко. Видимо, он в коме был. Потом, значит, они вливали в рот корвалол. Они медики, эти два друга. Но мы когда приезжали сюда, да, он сказал, что мы бросили здесь флаконы еще. Да, мы даже нашли с мужем эти флаконы. Нераспечатанные. Нераспечатанные. Он не наврал. Это он всю правду сказал. Сегодня главные подозрения родителей падают на троих друзей. Вечером 5 апреля один из них, с которым Олег Благодатских жил на съемной квартире, позвонил родителям и сказал, что их сын куда-то ушел пьяным. И очень просил не приезжать. Мы с мужем приехали в 5 часов сюда. Я зашла, он мыл полы. Все было в крови. Квартира была в крови. Понимаете? Я хотела разуться, пройти так, как он моет полы. У меня рука соскользнула, рука в крови. Я еще спросила, Петр, что это такое? Ну, вот убираю все такое. И я хотела пройти в эту комнату. Он как зверь. Он встал, не пустил меня. И сказал, уходите, уходите, он придет. Знаете, он меня вытолкал. Когда мы вещи забирали Олега, встретились, который с ним в одной квартире жил, в разных комнатах. И спрашивали, ну что, как ты живешь-то? Он говорит, нормально. Вы, говорит, не суетитесь. Я плевал на всю эту милицию, говорит. И вы не докажете ничего. Погибшему Олегу Благодатских было 43 года. Он работал охранником и стоял на учете в наркологии с алкоголизмом. И, как рассказали в компании, мог ходить по городу выпившим. Впрочем, и сами родители ангелом его не выставляют. Даже бы, если бы он был плохой. Даже, даже, неужели кто-то дал право убивать людей. Сегодня родители открыто предъявляют претензии к следователям. За полгода на этом деле их сменилось пять. И ни к одному из них у пострадавших доверия нет. Началось с Пириной, которая все это дело запорола. Грубо говоря, мягко выражаясь. К ней подошли и спросили. Там кровь. Вы езжайте, посмотрите на место проживания его. Вот сейчас встала и пошла, и поехала смотреть. Как продолжала чай пить, так и сидела, чай пила. Я ее умоляла поехать взять криминалистов. Она сказала опять, все брошу и поеду. Вы знаете, на Каневском когда сказали, он сказал, ей выговор, взыскание. Но она висит на доске почета. Она уважаемый человек. Ну как же так? Как же она могла? Ну как она могла так сделать? Российское законодательство устроено таким образом, что никто не имеет права вмешиваться в дела следователей. Все, что узнает общественность, это только то, что следователи сами посчитали нужным нам рассказать. Остальное – тайна следствия. Что касается сегодняшней ситуации, комитировать ее комитет отказывается уже в течение двух дней. Сегодня их позиция такова. Родители в горе, и они накручивают ситуацию. Свою точку зрения подробно объяснить следователи согласились только после выхода в эфир этого сюжета. Елена Крылова, Дмитрий Парахин и Владислав Пустовоид. Вести Хакасия. По всей Хакасии проходят мероприятия, посвященные Дню Учителя. Издревле эта профессия считалась самой уважаемой в народе. Сам праздник выпадает на завтра, но уже сегодня, с самого утра, педагоги принимают поздравления от своих подопечных и коллег. О том, какие меры поддержки для учителей существуют в республике, нам расскажет Галина Салата, министр образования и науки Хакасии, в нашей рубрике интервью, сразу после выпуска вестей. А пока на вопрос, каким вы помните своего первого учителя, нам ответили жители Абакана. Помню первого учителя. Светлые волосы, длинные вот такие волосы, очки круглые, молодая. Она всегда нас заботилась, знаете, сейчас очень редко встретить такую доброту в людях. Я надеюсь, что этот учитель меня вспомнит, видит сейчас, и у нее в душе проснется хорошее чувство. Я о многих учителях вспоминаю только с любовью и благодарностью. Это, конечно, моя первая учительница. Валентина Сергеевна, вот она нас учила именно дружить после садика, объединяла нас. И потом мы это старались пронести через всю жизнь, поддерживать взаимоотношения между собой. Учителя в моей жизни сыграли большую роль. Может быть, поэтому я приехала сюда в Абакан, поступила в Абаканский государственный педагогический институт, закончила его и по-честному хотела связать свою жизнь именно с этой профессией. Я бы пожелал долгих лет жизни, вечного здоровья, понимания и спокойных учеников. Волонтеры общества «Забота» просят о помощи. Они подобрали пса со сломанными задними лапами. В Абакане ему сделали операцию, но она оказалась неудачной. Исправить ошибку могут только в Красноярске. Для этого нужны деньги. Между тем, время уходит. Грею примерно пять лет, и он вполне мог бы быть для кого-то другом. Но пока от людей видел только плохое. Сначала оказался на улице, кто-то сломал ему обе задние лапы. А потом абаканские ветеринары взялись за операцию, но то ли по неумелости, то ли из-за плохого оборудования сделали ее неправильно. Штифт ушел в кости, началось воспаление. Вытаскивать его точно надо, потому что будет гангрена, и все, ногу придется удалить. А вторая у него ходить не будет тоже, если будет. Ни в Красноярске не сделает. То есть там получается, что вторая с таким переломом, она у него висит, как тряпочка просто. И если эту потеряем, ногу, то все. Сейчас волонтеры ведут переговоры с Красноярском. Клиника согласилась сначала принять только треть суммы, остальное потом, потому что случай этот экстренный. Мы связались с красноярскими волонтерами, они пообещали нам присматривать за ним, пообещали договориться в клинике, что их там примут и что он там будет проживать. Сейчас нам нужно только финансовые средства для того, чтобы транспортировать его в Красноярск, чтобы провел квалифицированный врач, операцию. И там он после операции находился какое-то время до полного восстановления. Ну, примерно сумма 30 тысяч, собрано на данный момент 8 за сутки. Перечислить деньги на лечение Грея можно точно так же, как мы обычно оплачиваем свой мобильный телефон. Номер голодного телефона 8-962-844-44-14. Всё, деньги ушли. Сегодня пёс стойко переносит лечение, не скулит и не рычит, и даже сам поддерживает временных хозяев. Лежит руки и пытается вставать. Как будто знает, что теперь ему обязательно помогут. Тем более, что пример у Грея перед глазами. В этой же квартире в соседней комнате собачка Кося идёт на поправку. Елена Крылова, Владислав Пустовой, Вести, Хакасия. Сразу после Вестей смотрите рубрику «Интервью». Оставайтесь с нами, отличных вам выходных и увидимся на канале «Россия-24».